Ребят, привет вам от iFamous.me Как у вас настроение перед сегодняшним концертом? Концерта. Очень много слов. Это знаменитый журнал. За три часа еще до концерта у вас 50-метровая очередь из фанатов. Что сегодня ожидать им? Просто помню играть, но... Ты что-то хотел очень сильно сказать. Ты хотел поставить вот так рядом с тобой. Это отображение силы моих слов. Мы сегодня будем играть новой эльпом. В перемешку со старым. Сегодня мы составили новую программу, которую мы еще не играли нигде. И поэтому это является презентацией. Ну да, мы не мавились раньше над этим. А сейчас мы так задумали, что может быть стоит подать как-то это идейно. То есть последовательно с песен. С компрессованным. С компрессованным. С компрессованным. У вас неплохой дуэт получается. В песне «Турники» вы затрагиваете такие острые очень вопросы. Именно о жизни молодежи. СК-8 тоже явно про здоровый образ жизни. Вы за здоровый образ жизни и занимаетесь ли вы спортом? Занимаемся, да. Мы за здоровый образ жизни. Чем занимаетесь? Смотрели клип СК-8? Занимаемся мы спортом или нет? Помимо скейта занимаетесь спортом? Да. Турниками. Я делаю зарядку. Я люблю баскетбол. Мы любим играть в футбол все вместе. Мы все виды спорта, нам очень нравится. Здорово. У вас есть работа с Бастой. Я знаю то, что вы начинали уже снимать клип. И на самом деле на форумах идет обсуждение. Мы очень ждут. Будет ли работа закончена до конца? И когда вообще ждать окончания клипа? Надо спросить режиссера. Вы не в курсе? Это же больше, наверное, Васина песня, ему просто понравилась песня только по группе. Он уже свое... Ну, то есть, короче, это от него нужно ждать этого поступка. Больше, чем от нас. Отлично. От нас уже вышел второй альбом. А еще с другими исполнителями ждутся фитовые работы какие-то? Только если внезапно мы с кем-то познакомимся на улице, и нам этого действительно захочется. Если живет Майкл Джексон. А планировать такие вещи, это слегка искусство. По форумам искала у вас информация, обсуждение и обсуждается... На ваших дахтрах ежедневно. Ежедневно. Мы с песней, чтобы мы музыку играем. И хотим, чтобы все люди тоже просто наслаждались жизнью. И наслаждаться жизнью можно на наших концертах. Несмотря на то, что все говорят, что у нас грустные песни. Это неправда. Все они веселые, даже грустные. Вот так. Были пару вопросов, как дружить с кофе, и сколько палочек у барабанщика с группой Нервы. Знаешь, это какие-то очень странные вопросы, как дружить с кофе. По-моему, все с утра бьют кофе. А сколько палочек у барабанщика, а сколько в стоге сена сена. Если ты дружишь с кофе, ты должен отдать за него последнюю рубашку. Вот ему грустно, и ты приезжаешь к нему в 3 часа ночи и говоришь, братан, ну что, как там вообще? Что, дядя, сахар бросил. И кофе в костюме, и кофе. Да, дядя. Ну и ты, короче, должен отдавать ему себя тоже, как вот, не жалея, знаешь, если с кофе дружишь. Так кофе станет твоим другом. Ну да, и кофе тебе будет помогать, оно тебя будет взбадривать. Оно не будет твое сердце ранить, оно же чувствует, что ты его друг. Оно не сможет задеть твои чувства. Вот. А сколько у него палочек? Столько, сколько забердинья, деревьев. Вопрос даже не в том, сколько. У меня-то их сейчас, например, немного, две пары всего. Вопрос, сколько их было. Две пары на концерты взял? Да. Ну, еще две старых лежат. Субтитры сделал DimaTorzok